Да, действительно, чаще всего я работаю с такими предвыгоревшими клиентами, у которых уже немножко дергается глаз от количества задач и хаоса в бизнесе. Но они еще живут. Если уже, конечно, вы на стадии какого-то серьезного выгорания, это может, например, показать тест-бэк, если вам нужно, я скину ссылочку, то, конечно, уже необходимо обращаться даже не к терапевту, а к психотерапевту, потому что там возможно даже лечение с помощью таблеток, но у нас вроде-таки проблем не должно здесь возникнуть, и давайте мы пойдем к тому, как выгорание в принципе не свалится. Вообще вот такая затравочка. Видно экран, Егор? Да, все видно. Все, класс. Вообще такая затравочка, чтобы вам было интересно смотреть эфир. И давайте вот вспомним состояние, когда вы работали весь день усердно, и у вас к концу дня такое состояние, как устал и упахался. Вот просто как выжатый лимон. Вот настолько тошно на все смотреть, вот ты понимаешь, что ты тупо отработал. Вот у кого было такое состояние, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. Посмотрим, сколько нас таких, которые чувствовали, что они устали и упахались, и не факт, что хорошо поработали. И мы посмотрим, какая есть вторая сторона медали. Плюсики. Классно, классно. Пошли, плюсики. И есть еще такое второе состояние, когда, знаете, вы тоже очень много поработали, вот весь день работали, так мощно, усердно, классно, и к концу дня вы чувствуете такое удовлетворение, вот вы прям чувствуете, что, блин, ну я красава, вот я прям молодец. Поставьте теперь единички тех, кто чувствовал такое состояние, кто помнит этот день, когда он очень много поработал, голова к концу дня гудела, но вот физически состояние было супер мощное и интересное. Было классно. Ну то есть вот эти два состояния, они в принципе, они к человеку, вы к ним пришли после того, как поработали. Но после одного своего дня вы устали и упахались, а после второго вы устали, но физически вы в полном порядке, вам классно, и вы вообще чувствуете даже, знаете, такой подъем и удовлетворение с собой, вы готовы были бы еще поработать, но такие думаете, нет, вот реально весь список дел выполнил на сегодня достаточно. Вот сегодня поговорим о стратегиях поведения, которые ведут к одному и другому случаю, про то, как не попадать в первое, а быть во втором, чаще всего, да, 90% своего времени. И в принципе, да, как сотрудникам тоже рассказать о том, чтобы они были удовлетворены своей работой к концу дня и были мотивированы, соответственно, делать больше. У кого микрофон, пожалуйста, выключайте, а не вот были этими грустными кроликами, которые потом даже ни за какую морковку не хотят работать. План на сегодня таков, да, что такое выгорание и его истинные причины, потому что очень часто выгорание связывают с недосыпом, с неправильным питанием, неправильным графиком, частыми перелетами и так далее, и так далее, но причина истинная немножко глубже, и я вам о ней сегодня расскажу. Второе – это, конечно, связь выгорания и страха упустить новое. Это страх, мне кажется, всех современных предпринимателей, когда мир движется очень быстро, когда ты проанализировал, я не знаю, целевую аудиторию, создал продукт, хочешь выпускать ее на рынок, и сроки, они прям сжаты. И плюс ко всему, да, у тебя помимо работы отношения, у тебя помимо работы какие-то хобби, увлечения, хочется почитать новую книгу, хочется посмотреть какое-то кино. Ну, то есть настолько высокий темп жизни, настолько много нового и интересного в этой жизни, что начинается вот этот fear of missing out, и ты действительно начинаешь выгорать уже из-за того, как много ты на себя берешь. Об этом мы тоже поговорим и тоже посмотрим, что с этим делать. Сверхцелем. Да, я думаю, многие слышали экспертов, которые очень многого добили в жизни, такие классные бизнесмены, здоровские такие все дела, а потом они говорят, что не ставьте себе большие цели. Вот я поставил их в юности, глупый был, шальной, не надо так делать, да, подождут ваши миллионы, подождут ваше развитие бизнеса, не надо так делать. Вот я сегодня немножечко вам раскрою эту тему про сверхцели, почему сверхцели ставить можно, почему можно делать результаты здесь, и даже почему нужно ставить в своем бизнесе, и как при этом не выгорать и делать их с азартом и мотивацией. Вот, и, конечно, да, вкусное самое, зачем мы все здесь пришли, как сохранять высокий темп жизни, не выгорая. Это абсолютно возможно, и вот в бонусной части, в самом конце я прям дам несколько пунктов на уровне физиологии, на уровне того, что можно записать и внедрить в свою жизнь, чтобы вы могли поддерживать этот высокий темп жизни, наслаждаться своей реализацией, расти в своей компании, жить на полную катушку при этом, ну и, конечно, своим сотрудникам тоже передадите это, если захотите, это будет здорово. Итак, начнем, да? Нет, давайте не начнем, давайте, пожалуйста, еще раз плюсики, если все понятно, все, и мы можем начинать, да? Хочу прям сегодня обратной связи от вас, потому что это очень-очень заряжает. Спасибо огромное. Итак, выгорание – это физическое утомление и эмоциональное истощение. Очень-очень многие сейчас говорят о физическом утомлении, как по какой-то стадии выгорания, когда ты ничего не хочешь, ты постоянно такой апатичный, у тебя там забоят гормоны, анализы что-то плохое показывают и говорят, ну переутомился человек, выгорание у него. Но на самом деле самое важное – это эмоциональное истощение, потому что если бы не было эмоционального истощения особенно у предпринимателей, то не было бы и выгорания, потому что это такая ключевая зона, из-за которой люди сгорают, да? И вот сегодня мы как раз основной упор сделаем о том, как не впасть вот в это эмоциональное выгорание и как вообще его избегать, как его превентивными мерами решать и так далее, и так далее. Как из него выйти, если вы уже там, например. Да, давайте сначала для того, чтобы понимать механику выгорания, посмотрим на то, как оно вообще достигает своего пика и как оно вообще создается, выгорание. Потому что у всех связано выгорание опять вот в этой последней стадии, когда ничего не хочется, ничего не нужно в жизни, но на самом деле выгорание начинается раньше. И начинается оно, когда у нас очень много, наоборот, дофамина и очень положительных эмоций. Давайте посмотрим. Вот первая неделя. Вы поставили себе большую цель, у вас выработалось огромное количество дофамина, дофамина, да, гормоны радости, удовольствия, предвкушения. И вы такой, блин, вот у меня есть ресурс в копилочке, и вот моя большая цель. Потом вы такие понимаете, так, чтобы эту большую цель достичь, я держу ее в голове, но мне нужно еще вот эту задачу сделать. И, ну, знаете, хотелось бы больше времени со второй половинкой проводить. Тоже такая задача. Что-то мы в последнее время как-то разминулись по своим понятиям. Нужно как-то вот отношения укрепить, да, и вы берете и ставите себе такую вторую цель. Она поменьше, чем бизнес-цель, но, тем не менее, тоже занимает место. Потом вы такие говорите, блин, хочу прочитать книгу Насима Талибла. Сколько там? 500 страниц вот хочу за месяц, потому что прям очень интересно. А еще интереснее было бы прочитать прям несколько учебников по моделям бизнеса, потому что что-то я не понимаю, как у меня это работает, как из операционки там повыходить. Пойду курс какой-нибудь пройду, книжку почитаю. И вот она у нас еще, операционка нашей памяти уже заполнена. И там еще несколько задачек, еще несколько задачек. И на второй, на третьей неделе все, уже ресурс полон банок. Уже у вас огромное количество задач. Какие-то из них с первой недели лежат, какие-то со второй, какие-то уже на третьей посыпались. И все, ресурса не хватает. И вот таким образом, когда вы очень много кормите себя вот этими задачами, вот этими ачивками, которые вы хотите достичь, у вас начинает в голове как бы не обновляться и не циркулироваться вот эта энергия. Понимаете, вот эти эмоции, которые выделились еще на первой неделе, их бы хорошо было бы прочистить, да, и потом уже брать задачу следующего уровня. А не видите, все с каждой недели копится и копится. Вот какие-то кружечки остаются как бы с предыдущего уровня, и операционная память, эмоциональная ваша память заполняется. Вы не успеваете, естественно, все, и начинаете вот после постановки там своей цели все больше и больше работать. Потому что, ну, я не успеваю, соответственно, что логично проводить больше часов за компьютером. Логично? Логично. Но что происходит дальше на самом деле? Выгорание – это следствие постоянного стресса, а постоянный стресс – это на самом деле про изменение. То есть любой стресс, он про изменение. Такой у нас был резкий сейчас переход, но я объясню, почему я его сделала. Когда мы с вами говорим о том, какое количество задач вы на себя берете, да, мы сейчас говорим о задачах новых, задачах, которые вы, возможно, ранее не решали, потому что, да, в самом начале мы поставили себе какую-то сверхзадачу, сверхцель, и весь вебинар у нас будет посвящен тому, что вы берете на себя что-то большее, чем вы привыкли. Да, и из-за этого возникает выгорание обычно. Вот эта сверхзадача, она требует каких-то новых усилий, она требует от вас постоянных изменений, она требует от вас новых действий, решения новых задач, какого-то креативного мышления. И вот эти все точечки, кружочки, да, они накапливаются, и они чаще всего вот где-то, когда вы ставите себе большую задачу, наверное, 70% энергии у вас уходит на новые действия, понимаете? И поэтому вот это постоянное изменение от недели к неделе на самом деле и вгоняет вас в стресс, и вгоняет вас в выгорание постепенно, потому что вот это количество нового для вашего мозга, количество вот этого непривычного для вашего мозга действий, оно затрагивает все больше усилий, да, и затрагивает энергии, чаще эмоциональной, и поэтому у нас появляется выгорание вследствие стресса. Но проблема вот в чем. Стресс у нас ассоциируется всегда с такой негативной коннотацией, да, типа я попал в авару, поссорился с кем-то, я не знаю, пошел прорабатывать травмы родителей, тоже стресс, это все вспоминать, как меня в детском садике забыли, я не знаю, что там еще. Стресс, когда Телеграм сказал, что можно за 10 тысяч рекламу давать, а потом нет, опять тысячи евро она стоит. Стресс, когда партнеры по бизнесу сказали, что им договор не подошел, хотя вроде неделю назад по рукам ударили. Вот это все негативные стрессы. Но стресс может быть еще и позитивный. И позитивный стресс, когда вы поехали в новую страну и просто открыли для себя ящик Пандоры. Позитивный стресс, когда вы очень долго шли к какой-то цели, у вас получилось, это тоже стресс для организма, потому что это тоже новое. И поэтому, если мы говорим о стрессе, то нужно понимать, что стресс – это по факту любые изменения. Неважно, положительные они или отрицательные. Вот что вы бампер машины задели, что вы нечаянно миллион рублей выиграли. Одинаково стрессово для мозга. И в этом главная проблема того, какую задачу нам приходится решать, когда мы работаем с любыми ментальными задачами, особенно в бизнесе. И давайте вот прикол такой, растущий бизнес – это, в принципе, постоянные изменения. То есть если вы пошли на масштаб какой-то, если вы захотели выйти на новый уровень, и все, вы вошли в зону турбулентности, у вас постоянные изменения, у вас постоянно каждый день что-то новое. И это неизменно. Вот с этим нужно будет жить там два месяца, три месяца, сколько нужно. Некоторые так живут по три года, потому что стартапы долго идут в гору, нужно большое количество энергии иметь фаундеру для того, чтобы это все вывозить. И поэтому это важно. И как быть, если мы хотим развиваться, но любое развитие – это изменение, а любое изменение для мозга – это стресс. Вот как в этом быть и не выгорать? Нужно понимать, что по факту три поинта. Нужно знать о выгорании, о том, что такое выгорание именно в бизнесе, потому что я специализируюсь на бизнес выгорания, а не на таком, не на обывательском, условно говоря. Первое – это бизнес выгорания – это следствие постоянных изменений, которые мозг не успевает эмоционально обрабатывать. То есть, когда у вас много действий, особенно когда вы в таком хаосе, когда все дела просто валятся вам на голову, и вы не успеваете их распределять. Вот вы говорили о расфокусе, что есть расфокус в делах, но вот это об этом. Так много дел, что вы не успеваете даже решить, а какое приоритетнее. И вот управление эмоциями в этом моменте, оно действительно меняет вообще весь ход игры, когда необходимо перестать выгорать, но держать высокий темп жизни. И об этом мы сегодня тоже немножко коснемся. Второе – нужно понимать, что выгорание в бизнесе – это большое количество точек развития. То есть, когда вы решаете, что вам нужно и личный бренд прокачать, и X10 прибыли сделать, и привлечь, я не знаю, абсолютно новую аудиторию для своего бизнеса, то есть X10 сделать не на той, которую вас уже покупают, а X10 сделать за счет той, которую вы новую привлечете. То есть, большее количество действий, когда вам нужно сделать, да, например. Это тоже приводит к выгоранию. Еще к выгоранию приводит, знаете, такая вещь, когда основатель, вот сейчас это очень актуальная история, у вас был в России бизнес, который приносил деньги, стабильно работал, и вот вы открываете международное направление, да, выходите на зарубежный рынок. Все, вторая точка развития, второй фокус внимания – это повышает шансы того, что вы выгорите. Но как это не сделать, да, мы опять же посмотрим выше. И третье – это, конечно, отсутствие отдыха и восстановление тела. И в конце я прям дам такие списки, да, что обязательно принимать, когда обязательно спать, почему это важно. Потому что одно дело сказать, ложись в 10 вечера, а другое дело сказать, почему это важно на нейрофизиологическом уровне, и человек тогда может принимать более осознанное решение, зачем ему вообще это делать. А мы давайте идем дальше. Редактор субтитров А.Семкин